...в диалоге с другими людьми, сущность этого метода. И один из принципов, о котором очень много писал Кен Вилбер в своих книгах по интегральной теории, он состоит в том, что исследователь практик, а в данном случае и психотерапевты, и психологи, и люди, которые занимаются коммуникациями с другими людьми, все представители различных помогающих профессий, в общем, любых профессий, которые связаны с... Да, любых профессий, которые связаны с взаимодействиями с людьми, это, по сути, в современном понимании философии, прагматики взаимодействия людей исследователей в каком-то смысле. Поэтому сам исследователь, как говорит Вилбер, должен проявить в своей динамической способности здесь, вот прямо сейчас, и вообще, в принципе, в жизни способность к самотрансценденции, самотрансформации. То есть, недостаточно говорить в третьем лице о каких-то там реалиях состояний, там уровня сознания, если ты сам, ну, по крайней мере, не прошел какой-то собственный трансформационный путь. Ну, и при подготовке психологов, психотерапевтов, особенно на Западе, это выражается в том, что сами психологи, психотерапевты проходят определенную супервизию, психотерапию, подготовку. Недостаточно просто изучить метод, необходимо его применить к себе и научиться применять к другим. Поэтому я вот так вот, такой преамбула, и я таким образом справляюсь с определенным волнением. Что такое холосценденция? Слово, возможно, вам известно, слово «трансценденция». Трансценденция как превосхождение, оно связано очень часто, особенно в трансперсиональной психологии, с медитацией. То есть, что такое медитация? Это практика трансценденции, вот в настоящее мгновение субъектом, который в следующее мгновение немножко раз отождествляется то, с чем он был отождествлен в это мгновение, и становится шире, больше, глубже. Холосценденция имеет такую коннотацию трансценденции. Однако это нечто большее. Если трансценденция обычно понимается как трансценденция самого себя, ну то, что Кеновилпер называется «я квадрантом», «я сферой», «верхнелевым квадрантом», то холосценденция — это целокупное взаимодействие со всеми сферами жизни. То есть «я», «мы», «оно», если вот так упрощенно. Я не буду здесь вгрузить интегральную теорию, это немножко другая тема, хотя интегральная теория является очень важным базисом теоретическим для холосценденции как метода психотерапии, саморазвития и духовной практики, трансферсонального и интегрального метода. Холосценденция, ну слово само состоит, и слово очень важный маркер, потому что мы возвращаемся к языку постоянно, язык — это то, что пронизывает всю нашу реальность, поэтому очень хорошо начать с понимания термина, чтобы даже легче было произносить, наверное. По-английски «холосценденс», по-русски «холосценденция» — «холос», ну все знают, «целостность», «сендеры» по-латински — это «взбираться», «ясендеры» — «нисходить», то есть спускаться. И оба смысла, они включены в холосценденцию, то есть мы одновременно и занимаемся превосхождением всего, что здесь есть, ну и включаем это всё в каких-то там заботливых своих объятиях, своей души, различных своих уровней сознания, ничто мы не отрицаем, то есть всё, что есть, оно уже совершенно прямо так, как сейчас. То есть вот это мгновение. И при этом точно так же совершенно и наш импульс, творческий импульс в терминах интегрального подхода, эротический импульс к трансценденции, то, что есть к новизне, к продвижению в новизну. Вот что-то хотите сказать? — Я хотел спросить, а что это отличается от просто выговорского? — «to transcend», «and to implement», то есть это два глагола для значения этого перехода. — Трансценденция и включение вы имеете? — Да, трансценденция и включение, да. — Да. Но трансценденция и включение — это одно из значений термина. Есть ещё и другие значения, которые входят в лингвистику этого термина. Но я не хочу на термин, наверное, застревать. — Да. Это в частном порядке уже дискуссия. — Да, нет, я просто… у нас времени, в принципе, много, целых там 28 минут, 27, поэтому я никуда не тороплюсь. Наоборот… — Двадцать пять уже. — Двадцать пять, да, целых 25 минут. Один из принципов, может быть, нашей работы в холос-инденции, несмотря на то, что я как-то произношу, ещё не описал, не погрузился в саму суть, но то, что каждая наша встреча, ну, каждая моя встреча с вами, как аудитория какой-то, с которой я веду диалог, она последняя. То есть всё, дальше уже больше не будет. То есть то, что я явлюсь сейчас вот здесь с вами, проявив через себя, ну, вот это и есть последний мой момент в этой жизни, как у Достоевского в «Идиоте», когда он описывает вот этого человека, восходящего на эшафоте. Вот я сейчас перед вами на эшафоте, и у меня есть определённое волнение по этому поводу, потому что я уже много-много-много раз это делал с разными аудиториями, и все аудитории, они имеют свой уникальный слепок, свой уникальный портрет, мне как-то переработать вот эти энергии, которые здесь происходят, и выразить какой-то осмысленный опыт не с уровня моих каких-то заученных интеллектуальных ощущений, а именно с уровня попытки напрямую передать вам какую-то голограмму метода, может быть, даже не касаясь даже конкретных деталей, но через состояние, через взаимодействие с вами. Холосноденция возникла в результате 25 лет клинического психотерапевтического опыта Сергея Куприанова, это врач-психотерапевт, который начинал свою карьеру и профессию в Петербурге, потом переехал в Хельсинки, и там работал с тысячами клиентов в условиях сверхинтенсивной работы. То есть буквально какой-то период у него был, когда он начал открывать какие-то трансперсональные потенциалы своей профессии и искать решения для своих клиентов, которых было очень много. И он, как фанат своей работы, решил найти способ, как помогать каждому клиенту в его уникальной индивидуальности, с его конкретными задачами, не вмещая этого клиента в модель, а создавая, конструируя практически по эриксонянскому принципу, модель, уникальную модель для самого клиента в диалоге. Здесь нет никакого насилия над человеком, что вот я психоаналитик, я транзактный аналист, я так далее и так далее, чтобы не упоминать, никого не обидеть. Нет у нас такой претензии на модель, есть попытка найти диалог, но при этом все модели, которые мы включаем в этот метод, они с уважением принимаются. И также с уважением относимся мы к опыту тех людей, которые работают на Ниве, свои профессии. Два измерения фолосуденции, которые одновременно задействуются, это измерение слов, вербальное измерение, концептуальное, которое очень важно для того, чтобы систематизировать мир, измерение тишины. И очень часто в современных подходах и несовременных выстраивается какая-то непреодолимый рубеж между измерением тишины и словами. То есть мы очень много-много говорим, болтаем, болтаем, потом идем в пещеру и медитируем с закрытыми глазами. Там нас сопровождает тишина, покой, потом мы возвращаемся в мир, начинаем говорить и все, никакой тишины. Один из основных базисных навыков, которые мы обучаем фолосуденции, это говорить присутствие в тишине. В тишине, которая объемляет все, в том числе и волнение какое-то, напряжение, жизненные ситуации, конфликты. Тишина, другое слово, пустота, это называется по-разному присутствие, дух. Работа ведется на продвинутых этапах обучения фолосуденции с аналитическими полями различными, на самых разных уровнях. И, в принципе, основное поле битвы в фолосуденции процессе, это тут тонкое поле. Однако, чтобы дойти, взобраться до этого или погрузиться в эту глубину, необходимо пройти какие-то стадии интеграции. Поэтому вначале, мы запустили в сентябре двухгодичный курс в Санкт-Петербурге в фолосуденции, там поэтапное обучение идет. Вначале зачищаем низы, то есть работаем с тенью. Люди сталкиваются с какими-то своими отрицаемыми. Тень – то, что мы отрицаем в широком смысле. Это все, что необходимо решать при помощи психотерапии, взаимодействия с фасилитатором. То есть люди мягко соприкасаются в той мере, которую они хотят и считают для себя возможным тем, что они отрицают. Далее уже постепенно знакомятся с тем, как через, сквозь призму холосценденции, как уникальной авторской разработки, которую можно передавать другим людям, ну как сквозь эту призму, можно работать с разными методами. Начиная от трансперсиональной гештальтерапии, Сергей Куприянов был первым или одним из первых, кто в Советском Союзе привнес гештальтерапию в Россию. То есть он, по сути, первым читал доклады на научных секциях по этой теме и был очень уважаем за это. И далее в холосценденции включены дюжины разных методов, сущности которых мы пытаемся уловить на уровне ощущения, вибрации, духа этого метода. И потом выразить в пространстве, которое мы сплитаем друг с другом. Но эти методы включают процессуальный подход, алмазный подход, очень много Вилбер о нем пишет в книгах, у нас только две книги были по алмазному подходу. Нарративный подход, который также не так хорошо известен. При этом нарративный подход рассматривается с точки зрения измененных состояний сознания, пиковых переживаний. То есть идет работа не просто с когнитивным и ментальным полем, а именно со сплетением нарратива в спонтанно возникающих измененных состояний сознания. То есть это состояние сознания, которое динамически флюктурирует во время холосцендентной работы. И один из принципов холосцендентной работы является в том, что уважается принцип разграничения различных ситуаций и контекстов, но при этом эти границы перестают быть стенами. То есть холосценденция для холосцендентного терапевта или холосцендентного фасилитатора, или вообще человек, который начал осваивать сущность этого метода, она начинается утром, когда я просыпаюсь в работе с клиентами или там взаимодействие с семьей, обед, ужин, сон. Если кто-то там занимается другими практиками, вроде работы со сновидениями, то и ночных сновидений. И дальше эти процессы, которые проявляются в ночных сновидениях, они находят свое выражение в жизни, в состоянии бодрствования. И получается взаимодействие с тонким планом, грубым планом, из позиции присутствия. Также эриксеновский подход задействован. То есть Сергей Куприанов в свое время работал очень много гипнотерапевтом, потом он уже отошел от этой традиции. То есть там было классический, но особенно ему нравился эриксеновский индирективный гипноз. Хотя сейчас уже гораздо меньше, это последние годы занимают место, потому что состояние расширенных позитивных трансов, они возникают спонтанно, нет необходимости к какому-то воздействию гипнотическом там, внушение. Также на более поздних тренингах, не вводных, но более поздних тренингах, идет работа с какими-то аспектами, разумеется, не со всей традиции, но с аспектами даотских практик, тантрических. Есть специальные тренинги, посвященные Карлосу Кастанеде. На следующей неделе, в пятницу, 17 октября, и выходные, суббота, воскресенье, будет первый тренинг в Москве по холос-инденции. Он будет вводный, там можно будет получить какой-то вкус этого метода и решить для себя, интересно ли мне или нет. Ну, собственно, основную такую официальную часть я уже сказал. Еще скажу, что посетителям конференции, если вы в ближайшее время свяжетесь со мной или с нами, с организаторами, можно это будет прочитать побольше. Вот есть у меня журнал наш коллективный, Эрос и Космос. Вот этот адрес. И там, вы сразу откроете, там будет баня с московского семинара. И вы просто когда будете связываться, скажите, что вы присутствовали здесь на конференции, и мы вам сделаем скидку тысячи рублей, вот, текущей цены. Так что основную часть, кстати, я закончил свою, как бы, важную, теперь можно что-нибудь придумать. Вопросы или демонстрации? Ну, я закончил самую часть вот этой вот юридической, формальной, то, что мне нужно было снять со своей сердце. Вот, если у вас есть какие-то вопросы или, может быть, какие-то комментарии, вы можете это сказать. А дальше мы можем что-нибудь подумать, какое-нибудь практическое воплощение вот этого всего, о чем я говорил. Да. То есть, является ли вот это направление тем, что, в принципе, то, что мы практически, как бы, изначально требуется от любого преподавателя. То есть, он владеет определенным банком различных методик, техники и так далее. В каждом конкретном случае, когда он работает с аудиторией, либо с каким-то конкретным человеком, он, настраиваясь на него через вибрационную энергоинформационную систему, он дает ему или аудитории именно то, что нужно этой аудитории, и что он снимает, да, ощущая вот эту вибрацию, что он снимает, и, исходя из этого, он получает ту информацию уже от себя, которую он может выдать для данной аудитории. Правильно ли это я понимаю? Ну, я думаю, что это частично такой момент есть. Другой момент – это момент диалога. Но это сюда входит? А как же без диалога? Да, вот диалог, холосоденциальный диалог – это очень важная часть холосоденции, где основным принципом является многоуровневость коммуникации. То есть обычно наш спектр восприятия в взаимодействии друг с другом, со своими близкими, родными, он ограничивается каким-то узким диапазоном спектра сознания. На разных чакрах, на разных уровнях, на хорических трёх уровнях, на уровне сущности, просто на уровне субсенсорных модальностей. То есть вы, практикуя холосоденциальную медитацию, которая не требует вообще ничего, кроме присутствия и деконцентрированного внимания, вот Олег Бахтияров очень много разработал концепцию деконцентрации внимания, деконцентрированного осознавания даже по всем инсенсорным каналам. И это сразу же, моментально, как только вы отрабатываете этот базовый навык, расширяет спектр сигналов, которые вы можете улавливать, с которыми вы можете взаимодействовать. И тогда вы понимаете, что какие-то фиксированные, замороженные, окостеневшие сценарии, паттерны ваших взаимодействий, которые вы мешали там, у них есть гораздо большее измерение. И через работу с процессом, который возникает, вы можете дать этому измерению раскрыться и найти ресурсы, которые в нем скрываются. Но самое, наверное, главное — это какое-то состояние взрывной тишины. То есть если вы можете в работе с клиентом и с аудиторией сами войти, помочь другим людям соприкоснуться с этим измерением тишины и просто соприсутствовать с человеком, когда он с вами в диалоге показывает, куда и что ему нужно. Даже несмотря на то, что он на сознательном уровне, на уровне там, что Фрейд называл эго, глубинной психологии, он может думать о чем-то другом, но всё его существо, оно показывает какую-то тенденцию, куда ему нужно, куда он хочет. Что это за защита, которую он отрабатывает постоянно? Что это за сценарий? И работа холостуденции ведется, и это уникальная особенность этого подхода ведется со всеми уровнями эффектора сознания. До личностные, личностные, над личностные. При этом очень широко проработана система работы с, поскольку Сергей Купрянов врач-психотерапевт, система работы с психотическим уровнем, где совершенно особым образом нужно работать с клиентом. Потому что если вы с клиентом входите в нейритическое взаимодействие, то вас всасывает в его состояние. И если вы не умеете работать, и у вас нет техники безопасности, то дальше происходит профессиональная деформация. Именно поэтому материалистические психиатры, они практикуют метод отстраненного наблюдения за пациентами. Это их как-то немножко спасает. Да, австрагирование. Вот. С пограничными клиентами очень много наработан опыт. И с, разумеется, невротический уровень сценариев, убеждений. И при этом всё это происходит во взаимодействии с духовным измерением, которое активируется так или иначе через присутствие. Ну что такое духовное измерение? Просто присутствие, то есть самая тишина, пустота. И когда человек завершает какой-то очень важный этап своего путешествия, возможно, как раз на этих трёх уровнях, о которых Владимир Майков говорил, путешествие героя, то он выходит к своему сущностному «я». То есть это сущностное «я» — это моя уникальная личность в глазах не других людей, которых я всё время боюсь, что они обо мне подумают, что я что-то не так сказал, сделал, нарушил какие-то табу и всё остальное, хотя уважение ко всему этому, разумеется, я имею. Но моё уникальное «я» — в глазах Бога или пустоты, или тишины. Именно вот это, что я упомянул, когда я иду на Эшафот, и кто мой судья. То есть мой судья — это некое измерение, с которым мы учимся взаимодействовать. Измерение более глубокой интуиции. Над рационального присутствия. Женька, можно ещё один вопрос? Самая посетительная тема, невероятно, связанная с моими интересами. Вот у меня вопрос такого рода. Какие критерии требуются от человека, который ведёт этот процесс? Предъявляются. Потому что всё, что с вами было описано, это очень важно. И в принципе, это должно быть обязательным. Это входит в определённый кодекс, если хотите. Так вот, мне интересно сказать. Это очень хороший вопрос. И на самом деле не бывает мгновенных решений, если вам кто-то говорит, что вы придёте на тренинг, и вы сразу там получите просветление, станете просветлённым существом. И вам это всё ерунда, то есть трюк. Всегда трансформация — это долгий, длительный процесс, который занимает много лет. И не только освоение, потому что ещё проблема современного образования, что освоение методов идёт абстрагировано от субъекта, который осваивает. А тут именно, как минимум, две части должны соприкоснуться и сопересекаться. Это освоение и метода, и трансформация себя посредством. Постоянно. Да, постоянно. И поэтому основной формат обучения холосценденца — это двухгодичный курс. Двух лет тоже мало. То есть я, например, прошёл полуторагодичный курс в Хельсинки. Но результаты этого... То есть там были посеяны семена, но потом только всхода они начали даваться два года спустя, когда я закончил. То есть какие-то там моменты, которые были встроены в виде невербального опыта, начали проявляться в ситуации, когда они дозрели в моей жизни. То есть созревание происходит во всех четырёх квадрантах. Есть несколько принципов, на которых базируется холосцендентное взаимодействие. Первый принцип — это совмещение, одновременное задействование измерений локальности и нелокальности. Измерение нелокальности — это измерение единства, когда мы вдруг понимаем, что вот моё тело, моё фрикаделька, ограниченная границей с кожей, она взаимосвязана с полевыми, энергетическими, даже физическими, гормональными взаимодействиями и действиями с другими людьми. Это то, что, допустим, в нейронауке говорится о interpersonal neurobiology, то есть межличностной нейробиологии. Мы одновременно ведём взаимодействие с уважением относимся к локальному пространству и к нелокальному измерению безграничного пространства. Второй принцип работы — это одновременно работа с измерением времени и надвременного. И вполне возможно, что многие наши заболевания, наши души, их можно помочь, им раскрыться и исцелить, только когда мы соприкасаемся с измерением надвременности. Это особенно хорошо видно, как Сергей Куприянов делился с психотическими, больными клиентами, которые настолько жизнь поставил их в такие невыносимые условия, что они могут найти какое-то конструктивное решение для них, только вознесясь над текущей своей жизненной ситуацией, текущей жизнью. Потому что в этой жизни, может быть, и не будет у них решения. И когда они соприкасаются с этим трансперсональным измерением, но при этом идет воздействие, там, это фармакологическая психотерапия, может быть, это совмещенная с интегральной психотерапией, но при этом задействует трансперсональные измерения. Это дает им какое-то спасительное измерение опыта, что те страдания, с которыми столкнулись здесь, в этой жизни невыносимые страдания, они имеют более глубокий смысл. Но чтобы им распаковать этот смысл, им нужно соприкоснуться с очень глубоким измерением, своего собственного потенциала. То есть простых решений они не могут, они не могут там сменить диету, они не могут там принять какие-то лекарства, все пройдет, ничего не пройдет. Нужно тут колоссальное путешествие героя совершить. В холосценденции мы отстраиваем свою феноменологию, то есть то, как мы наблюдаем за своим внутренним опытом, и вносим, можно унести различия, что идет работа с вниманием, то есть я постепенно, если в холосценденции нет медитации, то есть постепенно обращаю внимание на все части своего тела, на свои руки, плечи, голову, живот, ноги. Постепенно отдельные части тела собираются в единое поле. И когда я соприкасаюсь с измерением поля, физического поля или визуального поля, когда я перестаю вниманием выхватывать, концентрироваться на каких-то конкретных глазах, или еще чем-то, начинаю видеть, да, за три минуты я все скажу, видеть все одновременно и также слышать все звуки одновременно, то за вниманием открывается то, что можно назвать вторым вниманием или осознаванием. Евгения, можно Вам вопрос задать? Да. Скажите, какое Ваше мнение, если Вы знаете мнение Сергея Тепелянов про провокативную терапию, используя провокативную терапию на его семинаре? Ну, вообще, психотерапевт – провокатор большой, он должен. Если Вас, Ваши клиенты ненавидят, особенно на группе, то Вы не делаете свою работу, Вы их ублажаете, Вы только и делаете, что. Даете им вкусный опыт, они уходят такие радостные, что они бубен побили и все остальное. Но на самом деле, процесс соприкосновения с собой, человек, который приходит на серьезную психотерапевтическую работу, ну или хотя бы психологическую работу, он идет через сражения с тенями своими. И психотерапевт зачастую, и как Сергей Купрянов даже делает, он не… Ну, это оптимальный уровень фрустрации. То есть провокативная психотерапия должна соблюдать базовое фрейдерское правило оптимального уровня фрустрации. То есть должны быть определенные поглаживания, разумеется, но при этом неудовлетворение… То есть я могу с уважением отнестись, что у тебя есть там какие-то твои симптомы. Но я не согласен с тем, как ты их проявляешь, не согласен, что ты идешь по ночам к холодильнику и заедаешь свои симптомы. Ну, я с уважением отношусь в той глубинной части. Так бывает? Ну, я думаю, что… Я не знаю. То есть вообще нет, в принципе, каких-то… Вот ваше отношение к такому психотерапевтию, например… Это за тебя какая-то была… Ну, у вас была личная ситуация такая? Сейчас, когда Гуприянок проводил семинары в Уфе, он позарил женщину к урецу на ее работу. Ну, я вообще не знаю такого… Ну, как бы я не в курсе об этой ситуации. Может быть, он был в траксе, или кто был в траксе? Кто был в траксе? Кто такой умеющий? У меня совершенно нормально пролокативная терапия, у меня следом идут на семинар. Я хочу знать, что да, там будет свой семинар для пролокативной терапии. И тогда я понимаю, под что я подписываюсь. Это нормально. Я, к сожалению, не в курсе ситуаций, потому что я не был в Уфе. Я сам, ну… То есть, когда мы обсуждаем третью ситуацию какую-то, где я не в курсе, я не был свидетелем этого. Взаимодействие. Мне очень сложно как бы комментировать. Я хочу сказать, что вы про это рассказываете, это очень вкусно. И мне просто хотелось бы услышать какую-то другую сторону, потому что мы говорили про семинар, вот ему какую-то ракативную часть. Я скажу так, что в холосценденции очень важно этическое измерение. То есть, никакое взаимодействие с клиентом не происходит через нарушение его границ. И в любой момент клиент, когда говорит «нет», я просто не в курсе, что это может быть. Вы говорите там, что он ударил по лицу. А может быть, там была другая ситуация, может быть, вам кто-то рассказал, и там куча вот таких вот ветвистых проектов, потому что те отзывы, которые я читала о семинаре, они совершенно другие. Поэтому мы можем с вами поговорить об этом и выяснить ситуацию, чтобы прояснить. у холосценденции очень чуткое отношение к клиентам происходит и не происходит никакого нарушения границ. И простроение границ межличностное и взаимодействие, что клиент может... не клиент, а просто человек. Оно очень важно. Я про провокативную психотерапию знаю, что вот есть Фрэнк Фаррелли, да, и вот это терминопонимаю. Но я никогда не... Ну, Фаррелли, у него свой собственный такой юмористический смысл этого. То есть, то, что вы понимаете, выпад про провокативную психотерапию, я не знаю. У меня понимаешь, когда человек вытаскивает на очень экстремальное переживание и делает это очень жестко, авторитарно и не прокатитно? Вот, такого нету абсолютно ни на одном семинаре холосценденции, в котором я присутствовал. То есть, я не могу... Я говорю... То есть, еще одна из особенностей работы с холосценденцией это ответственность за свой феноменологический опыт. То есть, я не могу говорить, например, о том, чего я не видел, о том, чего я не судышал, потом не говорят с других сторон. Я могу говорить только о тех семинарах, в которых я присутствовал. Там абсолютно никакой авторитарности нет. Это всегда диалог, это всегда взаимодействие, это мягкое очень отношение. То есть, в каких-то ситуациях, с какими-то клиентами может быть, там, взаимодействие, кому-то нужно на шею положить руки, кому-то на живот. То есть, я не знаю вот эту ситуацию, поэтому я не могу о ней говорить. Ну, интересно, ваше мнение, как бы, есть ли такое, да, с вашей точки зрения, либо нет, либо это какой-то частный опыт, частное мнение. Я никогда этого не видел, поэтому, то есть, все, что я видел, это очень мягкая работа. И обычно все отзывы, которые идут о семинарах, ну, и мы собираем разные, то есть, позитивные, негативные, но все отзывы, которые есть, они подмечают очень сердечную работу. То есть, я на семинарах, не только как соорганизатор, я еще и ассистент, я это знаю изнутри. сердечная работа, мягкая, диалогическая, и каждый человек, который что-то делает, может сказать, нет. И вот эта ситуация, когда вот выхватывается какой-то там, я, я, честно говоря, с таким никогда не сталкивался. То есть, может быть, может быть частное мнение, может быть какая-то конкретная ситуация, но и... Может быть проекция. Вот я хочу сказать, может быть здесь, на основе того, что Женя сейчас говорил, поскольку идет постоянный контакт, да, может быть, с другой стороны была провокация, и у ведущего была такая реакция. По-любому мы не знаем контекста. Хорошо. Давайте это все остальное в кулары, и я... Да, спасибо. Сергея Евгения за презентацию. Спасибо. Спасибо. Выступающего Сергея Юрьевича Ключникова, руководитель секции психосинтеза профессиональной психораптической лиги, который недавно отметил юбилей, а именно работа над своей тридцатой лигой. Двадцать девятый на столе, а тридцатый на столе. Двадцать девятая книга на столе, она называется «Эволюция сознания. Как соединить эффективность, счастье и духовность в восточной версии психосинтеза». Мы знаем психосинтез как систему Роберто Асаджиоли, которая была создана ну, 70 или 80 лет назад. Огромное достижение, конечно, в России психосинтезу у нас не повезло, практически им никто не занимался. Поэтому потребовалось адаптировать эту систему с учетом новейших достижений науки, с учетом российского менталитета, с учетом каких-то моих собственных наработок, потому что я довольно много занимался темами, близкими к трансперсональным. Я с удовольствием послушал предыдущий доклад, например, где говорилось о присутствии, о тишине. У меня из моих двадцати девяти книг две книги посвящены теми безмолвия, в поисках безмолвия и безмолвия и просветления. И поэтому мне это далеко, так сказать, не чуждо. По поводу психосинтеза. Что такое психосинтез, я думаю, в этой аудитории все достаточно хорошо знают, хотя психосинтезом у нас больше занимались люди из Украины, Владимир Данченко, который перевел две книги Саджиолия, но они в России тоже выходили, но уже лет, по-моему, восемь или девять назад. То есть номер двадцать, да, Владимир Данченко. Больше ничего не выходило, выходила книга Петра Ферруччи, только маленькая такая книжечка. Мы, кстати, с психотерапевтической лигой в прошлом марте ездили в Рим, в центр психосинтеза и общались с Петром Ферруччи, который жив, который является лидером психосинтеза, любимым учеником Роберто Асаджиолия. В этом году, вот, ну, кстати, об этом хочу, так сказать, в этой аудитории сказать, будет еще одна поездка, на этот раз уже во Флоренцию, где находится штаб с квартирой, как раз Петра Ферруччи приезжал из Флоренции в Рим. Если кого-то это интересует, можете следить психотерапевтические лиги, там будет какое-то обучение, вот, в том числе и я там семинар определенный проведу, так что секция психосинтеза создана год назад, сейчас вот на международном конгрессе будет проходить вторая, значит, секция, приглашаю всех, кому это интересно, это будет 19-го числа, воскресенье, с Читарев до Сибии. У меня будет еще пленарный доклад о психотерапии, психосинтез понимается как метод психотерапии, я же в восточной версии пытаюсь сделать некое расширение такое понимание психосинтеза как особого уникального механизма накопления эволюционного опыта. Что человек живет, живя в виде накапливать в течение жизни? Он накапливает опыт, даже в русских послодицах жить, поживать и добра наживать не только в виде об имуществе, а и жизненном опыте человека. Этот опыт бывает позитивным, бывает негативным, бывает травматическим, и поэтому восточная версия предлагает работать с этим опытом, усиливая эволюционные, позитивные, трансперсональные аспекты этого опыта, и нейтрализуя как раз негативный опыт, потому что человек может чему-то не очень хорошему очень прочно научиться или нацеплять при этом множество различных психотравм, например, и как освобождаться от этих психотравм, это большая проблема. Восточной версии мы уделяем этого достаточно много внимания. В этой книге здесь, кстати, аж 260 психотехник. Я несколько экземпляров принес, если кому-то интересно, можно будет приобрести. Так вот, что еще нового приносит восточная версия психосинтеза по сравнению с классическим вариантом? Асаджиоли больше занимался человеком на внутреннем уровне. Современные тенденции, кстати, Петро Ферручч сейчас выпустил книгу, которая посвящена теме обучения, развития мозга, развития разных стратегий, то есть тому, что сейчас очень популярно с точки зрения психосинтеза. Мне бы очень радостно это отметить, что идет такое сближение целого ряда наук и направлений. Так вот, в восточной версии достаточно много уделяется внимание синтезу человека с теми целями, которые он ставит. Ведь когда мы ставим перед собой краткосрочные, среднесрочные или долгосрочные цели, или реализуем, как говорил Адлер, жизненный план человека, осуществляя свое предназначение, мы каким-то образом синтезируемся с этими целями, мы вбираем по пути ту силу сопротивления, которую оказывает внешний мир и наша внутренняя раздробленная природа вот этому движению. Поэтому психосинтез может быть вертикальным, связанным с объединением субличностей, потом их соединение с высшим Я, а может быть горизонтальным психосинтезом, который как раз помогает человеку успешно осуществить понятие вот это соединение с поставленной целью. И в восточной версии мы буквально когда приходится работать с клиентом, иногда его частная проблема оказывается частью более общей проблемы его недореализации, нереализации. Человек не нашел себя. Что означает формула не нашел себя? То есть он не нашел свое место под солнцем, поприще свое и не нашел некое внутреннее созвучие в самом себе с этим поприщем. Поэтому мы работаем над тем, чтобы из субличностей найти такую цель человека, которая бы его вдохновляла и найти такую субличность, которая отзвучит на эту цель, вырастить эту субличность, укрепить, сгармонизировать с остальными так сказать субличностями и произвести такой позитивный практический психосинтез. И конечно очень важно, чтобы человек испытывал при этом позитивные переживания. В восточной версии огромную роль среди прочих трансперсональных переживаний уделяется состоянию вдохновения. То есть не только трансовые техники с закрытыми глазами, то что связано с безмолвием, о трансовых техниках я чуть позднее скажу, но и умение вот этот транс перенести во внешнюю деятельность и окрасить свою жизнь интенсивным состоянием вдохновения и позитив. Ну вот в этом направлении работает Михаил Чиксен-Михай с его системами потока. Мы немножко это по-своему делаем, то есть рассматриваем механизм самоидентификации, самоопределения человека в жизни. Восточная версия психосинтеза в каком-то смысле можно ее рассмотреть как некая особая разновидность теории систем. О чем говорит теория системы? Что любая система состоит из неких подсистем, которые находятся в определенном взаимоотношении друг с другом. Это такой горизонтальный взгляд. Если посмотреть на человека в глубинном измерении, то что можно в его сознании? что эти субличности находятся на определенном уровне. Яйцо осаджиоли знаете диаграмму яйцо сознания пунктируем отделенные от сферы коллективного бессознательного и в процессе психосинтеза человек эти субличности соединяет. Вот эта система она разделена это полярные множество субличностей потому что психосинтез есть не только субличности но и полярности две противоположные силы они проявляются и как на горизонтальном уровне например хочет не хочет любит не любит женщины хорошо знают так сказать эту игру такую и на уровне совершенствования человека когда человек пытается двигаться в направлении эволюции но внутренние силы души они противодействуют этому так вот есть полярности есть субличности которые принадлежат одной полярности есть субличности которые принадлежат другой полярности полярности эти волевым образом не устранимы они значит нейтрализуются только при введении нейтрализующей силы вот эту скрытую силу управления как раз осуществляет вот этот центр высшее я то есть это гиперсистема Но реально на практике человек, как правило, бывает отключен от этого высшего «я» или в очень слабом взаимодействии с ним находится, и поэтому функцию управления берет некая доминирующая субличность, главная характерообразующая черта, которая, исходя из прагматики, исходя из его ресурсов, возможностей, жизненного опыта, принимает те или иные решения, владевает центром принятия решений. Так вот, мы как раз работаем над тем, в этой модели, чтобы все-таки вот эта доминирующая субличность повернулась к Солнцу, как говорится, к высшему «я», и образовала между ними достаточно прочную связь. Это меняет всю систему внутренних координат, это помогает системе стать значительно более целостной. Очень важная составляющая восточной версии психосинтеза то, что называется self-forcing, усиление «я». Это как раз открытие «я», то есть можно понимать усиление как просто волевую накачку некой доминирующей субличности, и многие методы направления, например, они как раз в этом ключе и работают. Ну, вульгарно понимаемое НЛП, например, оно именно так работает. Вот, то есть просто человек искусственным образом пытается стать сильным. Здесь важно открыть вот это «я». Это, между прочим, открытие «я» опирается на глубочайшую такую духовную, культурологическую даже традицию. Ну, тоже все персоналистские системы, например, ну, даже христианство как раз говорит об этом. Христос говорил «я есть путь, истина и жизнь». То есть о чем вот эти слова Христа? О том, что Бог или высшее начало никогда не может быть познано как большой внешний объект, а оно может быть только открыто как абсолютный высший субъект. Мистики всего мира знали, о чем говорили Хавадж, суфийский мистик, который медитировал на базаре, как известно, был потом казнен исламскими ортодоксами за то, что он воскликнул «я есть малах», выйдя из медитации на базаре при скоплении народа. Значит, то есть путь к совершенству лежит не вне человека, а внутри человека, Царство Божие внутри нас. Ищите прежде всего его остальное приложение. То есть различайте между главным и второстепенным. И в тех целях, которые человек ставит, должны быть цели, которые приняты вот этой глубинной природой человека, которая не противоречит ей, которая осуществляет этот фильтр, который является более высоким состоянием. И когда мы работаем с клиентом, очень важно вот это «я» в нем пробудить, хотя бы его какие-то ростки, первоначальные искры. Затем на этом пути человек, значит, «я есть путь истина». Истина – это познание, это отделение главного от второстепенного, шелухи от сути. Это процесс распознавания. И идя по пути отделения главного от неглавного, человек обретает жизнь, то есть бессмертие, соединение индивидуального «я» и высшего «я». И также очень такую существенную часть психосинтеза составляет работа с волновым принципом. То есть поскольку наше сознание, индивидуальная вот эта капля сознания, яйцо, оно все-таки отделено, хотя отделено в индивидуальную оболочку от коллективного бессознательного, тем не менее она полупрозрачна. И волны, которые бороздят в океане коллективного бессознательного, они проникают в нас. Особенно в нашу постиндустриальную эпоху СМИ глобальных, которые усиливают вот эти волны, которые воздействуют. Очень часто эти волны бывают негативными, они проникают через различные мим-комплексы, то есть некие культуральные мыслеобразы, влияющие на наше настроение. И очень важно управлять этими волнами или осуществлять процесс такого психологического серфинга, то есть умение находить в перепадах волн нейтральную точку, то есть опять-таки вводить нейтрализующие силы. Процесс наблюдения – это процесс примирения противоположностей. А примирение противоположностей выделяет дополнительную энергию из той, из другой, дает человеку огромные психологические ресурсы. Ну и в восточной версии психосинтеза также большое значение уделяется концентрации ярких позитивных переживаний. Любая система психологии и психотерапии будет плохо работать, если она не будет давать человеку яркие переживания. Почему вот в том числе, например, с моей точки зрения, хавотропное дыхание так распространено? Потому что оно дает человеку возможность пережить вкус запредельного через вот такую интенсификацию ощущений, переживаний. А как вот, например, помочь человеку пережить позитив в этом море негатива, если человек является таким чистым интеллектуалом, каким-нибудь компьютерным мальчиком, головастиком? Продолжение следует...